В одном из своих видео вы говорите, что настоящему наставнику легче отказаться от своих детей, чем оставить учеников. Такое заявление мне кажется слишком категоричным и радикальным. По наставничеству, судя по отзывам, вы нередко обучаете семейные пары и помогаете им выстраивать свой бизнес. Расскажите, пожалуйста, про плюсы и минусы такого парного обучения в сравнении с индивидуальным обучением одного человека. Вы уже обучали англоговорящие аудитории в США. Расскажите о вашем преподавательском опыте там. Чем отличается американская аудитория от нашей? Какие отличительные и положительные черты характера при обучении этих людей вы хотели бы отметить? Какие черты вам нравятся в учениках из Средней Азии? Не каждый возьмется обучать людей с ограниченными физическими здоровьями. Тем не менее, вы беретесь за этот труд. Расскажите немного об этом опыте. Какие результаты по стороне бизнеса у этих особенных учеников? Несколько вопросов. Хочу открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Это цель, чтобы помогать больше, конечно, людям. Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу ответить на несколько вопросов. Хочу сказать вам спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Спасибо за актуальные вопросы. Ставьте лайк под нашу рубрику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. К тому, кто это поможет. И всегда к вашим услугам. Посмотрите под это видео. Есть почта, где можно задавать вопрос. Если она скрыта, нажимайте кнопку «Еще», она открывается. И там есть графики тренинги, адреса, где можно книги покупать. Вопрос по наставничеству. В одном из своих видео вы говорите, что настоящему наставнику легче отказаться от своих детей, чем оставить учеников. Такое заявление мне кажется слишком категоричным и радикальным. Это что такое оборот речи? Или действительно вы так думаете в прямом смысле? Что вы имеете в виду на самом деле? Я не говорю, что... А, понял. Возможно, действительно, видите, со стороны иногда так и слышится, да? На самом деле, это не означает, что отказаться от своих детей. Нет. Это имеется в виду другое. Отказаться от своих детей – это глупо. Но воспитать больше учеников и больше вы добьетесь. Это действительно так. То есть иногда бывает два случая. Два случая бывают в жизни. Например, ты можешь сидеть со своими детьми 2, 3, 5 своего ребенка. Воспитываешь только сидишь. Два, три, пять своих детей воспитываешь. Но если ты в это время точно отдашь одновременно не только своим детям, отдашь 100 детей, 500 детям. Больше же польза от этого. Я это имею в виду. А не то, что отказать от своих детей и сказать, ты мой ребенок, я уйду туда. Слово «отказ» – это что значит? Нигде не говорю, что детей откажитесь. Такого понятия нет. Нет, наоборот. Найдите время больше за пределе своих детей, еще больше, если детей обучайте. Я это имею в виду. Второе, что важный момент. Иногда бывает, что, например, бывает такое, что Богом не дано понимание твоему ребенку. Бывает. Тогда лучше воспитывай хорошего ученика, который будет заботиться потом о твоем ребенке. В природе такие случаи много раз бывали. В жизни много раз такие случаи случились. И я прочитал одну реальную историю в жизни, что был один богатый человек, у него был единственный ребенок. Но у него был друг. И его единственный ребенок, он вырос избалованным и так далее. После предсмертия этот богатый человек всю свою богатство, завещание оставил его другу. Потому что его друг был из обычной семьи, из простого семьи. Но каждый раз со своим другом приходя, этот человек обоим ребенком вместе обучал. То есть сыну обучал и тому обучал. Вместе. Соответственно, тому была схватка больше, потому что у него был внутренний голод. У него была борьба, он старался, он стремился и так далее. Соответственно, у него была причина стремлений. А у этого сына, этого богатого, он был понятный, что он вел себя так, потому что он знал, что и так, и так это все у него есть. А к чему стремиться-то? У него не было смысла к чему-то, наверное, стремиться. И что делал этот человек? И он видит, что если все завещание оставить своему сыну, оставить богатство своему сыну, это равномерно того, что ты поставишь его под лавину, если ты его не обучал эту богатство, как управлять. И тогда он завещание оставил своему, его другу. Тогда сын побежал к отцу, говорит, почему ты завещание давал моему другу, а не мне, я твой сын. Он сказал с ног, я знаю. Я знаю, что я воспитал тебя и воспитал твоего друга. Я знаю, что твой друг, он есть из тех парней, справливых парней, которые умеют приумножить то, то, что я оставил. И он приумножит это то, что я оставил, и это поможет тебе. И для того, чтобы ты дорос до этого уровня, тебе требуется время. Понимаешь? Поэтому ради тебя я это сделал, чтобы это все не исчезло, это все, чтобы ты не потерял. Вот поэтому я это ради тебя. Поэтому, когда я говорю, что хороший ученик, он больше принесет пользу вам, даже чем, можно сказать, тот сын или тот ребенок, у которого можно сказать, иногда бывает, Бог не давал, ничего не поделаешь с этим. Поэтому вы должны это понимать, вы должны с этим смириться, это должны осознавать. Но это не означает, что надо отказать от детей. Я такого не говорил. Нельзя это так воспринимать. Я наоборот говорю, что обучать своих детей, еще обучать многих. Я обучаю и детей, я обучаю больше. Потому что сидел по себе, заметил, что если я 4-5 часов, можно сказать, часов, если буду обучать только своими детям, например, я далеко не пойду. И многие мои дети много не изменят в этом мире. А так я могу тысячи человек, миллионы человек обучать. Кроме их моих детей, полно детей, которые нуждаются этим знанием. Поэтому я это делаю. Это необходимо делать. Следующий вопрос. По наставничеству, судя по отзывам, вы нередко обучаете семейные пары и помогаете им выстраивать свой бизнес. Расскажите, пожалуйста, про плюсы и минусы такого парного обучения в сравнении с индивидуальным обучением одного человека. В каком случае и при каких условиях работа дает лучшие результаты? Дорогие мои, знайте, из 289 человек в данный момент учатся у меня индивидуально. Из них 4 смене пара были у меня на первой группе. Вот, 4 смене пара были на первой группе. И самое интересное, что все 4 смене пара стали миллионерами. У них годовой уже доход больше миллиона долларов. Это, внимание, обратите, что это означает? Это означает, что, значит, это даст больше результат. Потому что, когда смене пара начали учиться, я заметил, что кто-то из них что-то усвоил. Например, кто-то из них одно понял, второй по-другому понял. Но когда пошли домой, они обсуждали между собой, у них родилось лучшее видение. И, во-первых, во-вторых, например, что происходит? Во-вторых, они начинают друг друга помогать, вдохновлять друг друга, поддерживать друг друга, направлять друг к другу. И это очень хорошо и сильно работает. Очень сильно работает. Поэтому смене пара большего добились в моих лично знаниях, в моих тренингах. И они, можно сказать, больше за короткое время добились успеха. Все 4 смене пара, например, есть ребята, которые в одиночке это делали, за 5 лет стали миллионером. А эти смене пары за 3-3,5 года стали. Поэтому смене парам выгодно учиться. Смене парам вместе учиться большего добиваться. Потому что в семье формируется, например, такое единое видение, единое понимание. Потом я еще заметил, что даже люди, которые световой маркетинг занимаются, где смене пара вместе работать с твоим маркетингом, они обязательно лидеры. В большинстве компании, где смене пара вместе занимаются, они большинство лидеры, большинство добываются большего успеха. Понимаете, в каком-то изречении Иисуса даже слышали, что он читал, что он было сказано, что идите вдвоем, говорите вдвоем, вдвоем вы сильнее. Это правда. Двоем вы больше добьетесь, вдвоем вы можете лучше донести и так далее. Видите, поэтому в смене пары большего результата добывается, чем в одиночке. Отделяйте вывод. Это факты. Мое индивидуальное обучение, четыре смене пары на первой группе, они все добылись успеха. Вторая группа смене пары есть, три смене пары, они тоже очень хорошо развиваются. Можно сказать, сейчас новые группы, которые идут. И получается, что много сетевые компании я это видел, которые в смене пары, они вместе работают в одном бизнесе, они много добились. В азиатских компаниях, в Японии, в Сингапуре, в Гонконге и так далее. Основные компании, которые стали, можно сказать, номер один, почти на больше половины из них это смене бизнеса. Поэтому, если вам удастся вместе с мужем и женой учиться, вам повезло. Вам действительно повезло. Я бы рекомендовал так делать. Надо постараться так делать, попробовать так делать. Потому что вы везде будете думать вместе, стратегия легче и разрабатывать. И потом, понимаете, мы все смертные люди. И понимаете, о чем идет речь? Мы все смертные люди. Я свою жену обучаю бизнес. А вы знаете, И однажды жену сказала, если, не дай бог, я умру, я не хочу, чтобы ты все потерял очень быстро. Поэтому я хочу, чтобы ты научилась. И я обучаю ее, вожу, показываю, говорю, делай. Не потому, что я собираюсь умирать, а потому, что смерть надо признавать. Вспоминать смерть это признак духовного интеллекта. Признавать, что ты не знаешь, когда умрешь, это признак духовного интеллекта. Один Аллах знает, что будет. Это все надо воспринимать, как есть. Поэтому обучайте свою жену, обучайте своего мужа. Вопросы по наставничеству. Вы уже обучали англоговорящие аудитории в США. Расскажите о вашем преподавательском опыте там. Чем отличается американская аудитория от нашей? Были ли вам трудно общаться с ними как представители восточного мира? Вы знаете, да, я в Америке выступал через приводчика. Я выступал, в тренинги привел, а потом еще в церковь я выступал. Понимаете, я мусульманин, но я в церковь я выступал. Знаете, что я хочу вам сказать? Здесь, когда разговаривают, например, у нас многие мои слова воспринимают как будущее. Вот отличие, которое я заметил, Многие мои слова воспринимают как будущее, когда здесь разговариваю. А когда там я тренинги читал, и самое интересное, я был два раза, выступали дважды, там была такая программа, которая называется Плаваться Акулами. и знаете, вот, я выступал, там было несколько миллионеров были рядом со мной, где-то около десяти, а все остальные народ задают вопросы и бизнес-проекте показывают и так далее. И дело в том, что когда там разговариваю, мои слова воспринимают там как настоящие, что прямо сейчас ты можешь пойти и сейчас это сделать. Они открыли к бизнес-идеям, они открыли к бизнес-мышлению и особенно о деньгах. И мои слова они воспринимают без коррестного мысля, без никакой задней мысли и самое главное, для них это реально. Они это воспринимают, что да, это надо пойти просто делать. И когда разговаривают, даже миллионеры, мы общаемся, и тут они говорят, подождите, я это, давайте себе отмечу, открывать телефон, где-то книжную, этот, записную книжку фиксируют и так далее, или где-то ручка возьмет, блокнот и фиксирует, говорит, знаете, спасибо, это хорошая идея, я буду его практиковать. А когда здесь я разговариваю, у нас, в Средней Азии, например, или там территории бывшей СССР, у нас это все воспринимают, особенно средний класс, особенно массовый народ воспринимают, что это, может быть, когда-нибудь, но якобы это будущее, а сейчас как будто я не могу это делать, сейчас как будто это мне тяжело делать, вот так. То есть они найдут тысячи оправданий, чтобы прямо сейчас не действовать, другими словами. Они найдут очень много слов, чтобы это не действовать, не делать, просто откладывая на потом, что, ну, в будущем может быть, но сейчас мои положения не такие, чтобы я это делал, сейчас я не могу это делать. И самое интересное, американцы, которые, значит, я рассказываю, я же аудиторию выступал, в вузы выступал и так далее, они говорят, давайте я это сделаю. У них может быть положение хуже, чем этих ребят наши. У них может быть даже финансов нету вообще, чем как у нас. Возможно, там среда друга, там среда возможностей возможно дает, поэтому. Вот, вот такое отличие я очень сильно заметил. и даже, понимаете, даже миллионеры, миллиардеры там готовы учиться. Вот это я заметил. А у нас люди еще только-только просыпаются, мне кажется, только-только начинаются. И самое главное, наши за знание не хотят платить. Они хотят, чтобы большинство из них жалеет за знание платить. У нас так, а там такого нету. А там, в первую очередь, они понимают, что однажды одна миллионерша мне сказала там так. Вы знаете, если даже вы видели, что элементарно говорит, какой-то насекомый поднимался на эту стену, значит, его кто-то научил подниматься на эту стену. Я сидел, думал, надо же, вот это интересный пример. Она мне так сказала. Она сказала, что всегда надо иметь на станок, чтобы кто-то тебе научил, что ты быстрее двигался. Ай, поэтому у них подход такой. Второе отличие, которое я заметил, такой, если ты что-то хочешь делать, ты лучше сразу найди профессионала, специалиста, либо консультируешься, либо плати, пусть он делает. А у нас подход какой? Ты сам попытаешься, посмотри, где-то нибудь, сам попробуй делать. Мы все пытаемся самому справиться, самому сделать. Мы даже не советуемся, не консультируемся, а мы пытаемся, как-то где-то нибудь собрать немножко информация, поверхностно, и думаем, что я уже все знаю, все подводные камни знаю, и сам интересный. Мы думаем, что я сам сделаю это. Понимаете? Хотя тот человек 20-30 лет потратил на это, соответственно, у него опыта больше, подводные камни он больше знает, а мы думаем, что да нет, там справишься. Но мы падая, поднимая, учимся. Мы учимся через страдания, через потери, через боль, через долги, через мучения. Понимаете? Мы учимся, да, но через собственность, шкура, большинство случаев, мы учимся так. Вот она отличие, которое я заметил. А там они, они этого уже поняли, наверное, они уже это, наверное, давно либо прошли, что ли. Они, если им как что-то надо делать, тут же обращаются к профессионалам, либо нанимают, консультируют, либо платят, чтобы он делал. Знаете, вот это я сразу заметил. Третье, что я заметил, они не прибывают к тебе. Третье, что я заметил, они никогда тебе не прибывают. Когда ты общаешься, когда ты рассказываешь, что никто тебе не прибывает, ты свободно общаешься, говоришь, донеси и так далее а у нас там ты когда начнешь говорит параллельно с тобой питается разговаривать вопрос сдают для того чтобы просто показать себе умнее а не для того чтобы узнать как это лучше делать вот это плохо у нас так вопрос сдают ты питаешься ответить а большинство вопрос до либо чтобы узнать и соображаешь это или нет во первых во вторых либо вопрос дать с такой целью чтобы понять что например те этот просто лишь бы говорит что ли вот такое потому что у нас вопрос да но не слушать тебя когда ты отвечаешь а у них вот на тебе не прибывает никто вот это вот это классные вещи которые очень хорошо заметили так далее но что хочу сказать я заметил еще четвертая вещь что они не психически они неустойчивые люди к за каждой мелочи не могут депрессии попасть они могут приживать и так далее так далее и вот это у них есть а мы более вот внизу это благодаря что у нас так формировалась что люди вот который советского союза не как-то терпеливо относимся ко всем недостаткам и мы более живущий что ли мир наши нервные системы более крепче мы не поддаемся депрессиями как-то можем продолеть трудности и так далее потому что я там выступал церкви и там было очень много бездомных помните полгода жил в россии на улицах так далее поэтому я выступал и рассказывал свою историю говорит как надо делать что надо делать так далее и соответственно я объяснил как они могли бы из этой ситуации ведь я рассказываю свою историю как я стал богатым начиная даже есть такое положение чужой стороне даже не зная языка понимаете и многие потом подходили ко мне поблагодарили так далее что и мы не пригласили еще много раз выступать в тебе в радио в газетах я очень много выступал там поэтому это очень необходимо сейчас понимать я заметил что вот такое что если у них как эта проблема проблема они легко могут попасть депрессии я имею ввиду не единицы конечно я имею ввиду от общества я рассказываю мышление обществе рассказываю конечно единицы вы миллионеры богатых очень много мы же читаем их книги и западные книги основном и здесь больше популярны по бизнесе и тогда я говорю именно о народе не от предпринимателей бизнесмене и так далее бизнеса постоянно же борьба в бизнесе постоянно трудности и так далее следующий вопрос такое вы работаете с людьми из разных культур сейчас выходе выходите на международном уровне какие отличительные положительные черты характера при обучении этих людей вы хотели бы отметить какие черты вам нравится в учениках из средней азии из западной части бывшего советского союза какие моменты усложняет процесс индивидуального обучения каждой группе учеников знаете например я бы подчеркнул хорошая из среднеазийской наши ребята из нашего на пьеме вообще средняя за что они уважают наставника они сенит они не обращаются к тебе по имею они вращать тебе как наставник потому что это вот это воспитание древние древние времен осталось у нас вот когда наставник заходит по крайней мере они стоят с места они подходят с уважением относятся к тебе заботиться тебе а наставники они заботятся средняя за это так тебе не дадут даже ложку потрогать или там стакан чай наливать себе они теперь заботиться тебе ухаживать они наставник мы обязаны вами озаботиться потому что или это возможно силе влияние свое время ислама или шариата не знаю потому что пророк салава салам пророка ислама он говорит так что если че вы одну буква или одно мудрый мысли усваивали у этого человека если вы будете всю жизнь даже ему служить это не окупается это правда так и есть потому что одно мудрое слово которое учишься у наставника она могут тебе пригодится всю жизнь она могут спести тебя сами нужный момент и так далее поэтому заслуга наставника очень хорошо ценится средней азии а в западной час россии например в этой территории и так далее бывшие ссср сейчас например россии россия и так далее они по именем к тебе обращаются наверное хотя мне надо обращаться например по имя фамилия отчество то я имею ввиду имя отчество чтобы как это вот это понимаете вот это отношение должно сохраниться она видите это два разный подход иногда конечно когда я выйдет его представитель восточной культуры я привык что а меня ученики заботятся мне сценить и так далее а когда иногда попала таких кругах в россии и так далее других местах когда зайдешь когда что такое и на тебя относится как одноклассника как сокурсника и тогда а вот и скажи вот как а вот и скажи пожалуйста как это а как потом и так далее когда вот такое отношение много твои наставления эти люди не делает и много твои наставления ставлю под сомнение потом на самом деле например заметить что это ту аудитория которая мало мало учится духовном интеллекте я бы так сказал а вот видите я на русском даже идеально на разговариваю хорошо на разговор но моя аудитория который ко мне ходит русскоязычные большинство которые ко мне ходят это те аудитория которые в жизни пережили что-то это те люди которые уже осознали что-то это те люди которые более духовные более мудрый им не нужен не мой акцент не мой это я идеально говорю на русском или нет они просто они видят в моих словах видит в моих знаний то мудрость которым поможет они будут этого потому что это им больше помогает они будут они как золотоискатели они ищут то золото которое нужно среди всех моих многослов и найдут одну-две зерно и носит с собой и это самый лучший подход поэтому вот это я бы сказал бы а вот работа с индивидуальными группами так далее я заметил что ребята которые с территории россии так далее они более структурно мыслить по сравнению среди азии ска наши ребята а потому что среди они более четко планирует четко структурно мысли мини даже легче с ними работать но они более требовательны они более требовательны и у них терпение слабы а здесь среди азии они более терпели терпение владеть и так далее они молча уходят тебе не говорят в чем проблема им неудобно подойти наставнику сказать спросить и так далее среди азии вот это минус это минус когда ученик тебе не подходит не говорит и и он ему неудобно не хочет обижать вас что вдруг вы обидитесь на него и постарается чтобы да вот это отношение сохранить на ущерб себе это плохо а вот в россияне они тебе требуют они говорят наставник давайте вот так давайте сделаем так они предлагают они говорят и знаете должно быть двухсторонные требования наставник должен требовать ученик тоже особи должен говорит когда берут себе учеников я обычно говорю им так знаешь у меня нету время личного ты сам должен мне искать я всегда говорю своих учеников так я источник если ты хочешь пить ты должен подойти к источнику я за тобой пойти не буду я тебе звонил не буду я тебе искать не буду но если буду скучать и так далее будут просто спать как твои дела но чтобы за тобой бегать кто теперь ходи посещаю учись и так далее тебе уговаривать каждый раз заботиться о тебе так прямо как клиенте это не хочу я хочу чтобы ты четко понимал позиция ученика чтобы ты боролся за знание понимаешь как как понимаешь как как ищешь тенту ты стан учеником ищущие я своих учеников всегда так говорю даже если ты платил меня несколько десятка тысяч долларов это ничего не означает что я тебе как будто за деньги обязан нет тебе деньги нужны забери свои деньги уходи при 1 ради денег работаю я работаю ради другие ценности если она тебя есть если ты видишь что можешь это учиться у меня давай будем настоящий учениками наставникам но ради денег это делать я никогда не буду потому что и так и так бог дает деньги деньги это всего лишь это день вы понимаете это деньги это всего лишь тот небольшое вознаграждение за то время которое наставник потратил на тебя однажды мой ученик мне спросил наставник дайте мне самый важный урок я ему поставил он тогда на к часовой консультации оплатил мне 500 долларов я ему поставил рядом десять тысяч долларов сказал я тебе десять тысяч отдам верни один час моей жизни который я тебе отдал я тебе подарил только что то что я сам не могу восстановить я тебе подарил только то что то то что никогда 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 ты не можешь вернуть пожалуйста сцени час моей жизни моя жизнь она очень неповторимая очень дорогая может быть для некоторых людей жизненно бесценна его как бомжи валяется проводить его как попало но для тех людей которые осознают насколько это для него очень дорого стоит каждый час каждая минута для тех людей которые знаете очень хорошо понимать что его время он должен успеть понимаете успех это значит успеть потому что никто тебе не гарантирует сколько лет ты будешь жить поэтому пока ты жив максимально проявляй себя максимально работой максимально стараться добиться успеха но все балансировано все балансировано чтобы это не было на ущерб моральные психологические или душевные вещи следующий вопрос вопрос по наставничеству на к не каждый возьмется обучать людей с ограниченными физическими здоровьями темными тем не менее выберетесь за это труд расскажите немного об этом опыта какие результате по по старой бизнеса у этих особенных учеников знаете у меня с учениками его зовут мирбек бишкека ну так получилось что во время военной подготовки так понял он пуль попали позвоночник и нижней части не работает это парень очень умный парень его жена и его друг привезли его на костылях ко мне на занятия 2000 10 и 12 годах они дух 11 12 годах а вы знаете я обучал этого парня это парень его голова такая светло он был депрессию он проживал он спешки к живет он проживал он он был таком состоянии что год я не знаю как быть и так далее но были ощущения что он потерян он года учился у меня на мою программа годовой и каждый раз мы на втором этаже были его жена препод подъезжает оставлять машину он под она поднимается кого-то из зале отправляю они вдвоем поднимать его туда связали сидит потом обратно то же сами вы знаете я горжусь этим парнем у него ноги наработали рука мозги то работает это парень сейчас часто выступать по телевидению это парень сейчас тот момент когда общем его последний раз видит тринадцатом году или четырнадцатом году вот расскажу вам так у него было четыре бизнеса мебельный сех еще пластиковые окна еще что-то и так далее потом он уже в машину оборудовала руками скорость и приключал сам ездил только надо было что кто-то его помог чтобы до машины добраться и так далее костылях и так далее и понимаете у него было четыре бизнеса и так далее что я донес до него ты успешно станешь умом а твой ум есть понимаешь человек зарабатывать или человек станет успешным только умом не глазами и ушами не руками так далее потом он создал ассоциация людей с ограниченными возможностями собрал со всего киргизстана 170 чем-то человек я два раза три раза их обучал из это 170 чем-то человек потом мир бег мне сказать что я не помню около 50 из них открыли свои бизнесы вы понимаете это какое добро это очень доброе дело я верю что если у тебя нога нету или твоя рука нету или у тебя там ушли но ты же можете равно стать успешным если захочешь просто надо стараться другой мой ученик он кинджи из алматы он он родился слепой понимаете он незрячий парень но он мы вместе этот работаем и так далее он 45 лет ходил на мои тренингах так сейчас у него два бизнеса на семи языках разговаривать он иногда мне рассказывать что наставник я ездил японию из америки там было это там было это он рассказывает этих местах которые зрячий человек проходили не видел этих местах не заметил иногда некоторые люди которые побывали в этой странах даже не могут вам рассказать про эти газ города как он рассказывал поэтому даже если человек имеет какие-то физические ограничения не знаю но так получилось это же жизни бывает такое но самое главное внутренне человека огонь должно быть когда в смотрю на таких людей иногда сижу думаю вот был бы у а здорового человека смотришь он ноет жизни недовольство управляет и сидит говорю что как ему тяжело как ему трудно потому что он понятия не мечты бывали счету члены понятиями чтобы вы еще трудные а когда вижу вот эти ребятцы физическое имеет ограничено у нее они ограничены возможности у них но они стараются они учатся я помогаю им с удовольствием я с удовольствием помогаю победить себя и добиться успеха бы из того то что есть надо свою судьбу принимать понимаете если родился у тебя руки ноги нет или тебя там и глаза такие тогда но это не надо в себе воспринимать сказать что ой моя жизнь уже все хана нет надо принимать судьбу из него создать шедевр а дорогие друзья ставьте лайк под нашу рубрику рекомендации своим знакомым друзьям нашу рубрику и мы готовы ответить к на ваши вопросы задавайте актуальные вопросы успеха больше конечно люди